Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Алексей Сапрунов. Я являюсь разработчиком базальт-СПО. И в своем докладе я хочу рассказать о утилите диагностики, которая позволяет выполнять привилегированные действия без передачи привилегий пользователю. В 2022 году в России стартовал процесс импортозамещения, и западные цифровые системы начали вытесняться отечественными. В результате чего отечественные продукты часто имели в своем основе открытое ядро Линукса, и на рынок, и в использование стали поступать линукс-подобные системы. Это наложило определенные требования на пользователей и системных администраторов, основным содержанием которых является требование к повышенной технической компетенции, к понижению порога сложности, к быстрому решению возникающих проблем и к качественному, в общем-то, анализу ошибок. В результате анализа некоторого анализа базальт-СПО была разработана утилита ADT, сокращение вот All Diagnostic Tool, которая позволяет выполнять быструю диагностику без передачи привилегий пользователю для заранее заготовленных тестов. Среди таких тестов, вот мы видим скриншот инструментов, среди таких тестов наиболее частыми и востребованными являются диагностика клиента-домена, какие-то сетевые, диагностика сетевых проблем, диагностика, например, стабильности RAID массива. Для того, чтобы запустить эти тесты и получить структурированный отчет, пользователю необязательно иметь какие-либо привилегии в системе. Далее я расскажу, как это реализовано архитектурно. Какие задачи решает ADT? ADT решает задачи запуска заранее подготовленных тестов, показ результатов либо в командной строке, либо в графической оболочке. И, соответственно, одна из важных функций — это формирование отчета, который можно потом передать, отослать, централизованно собрать, анализировать, что, в общем-то, облегчает работу системных администраторов. Давайте перед рассмотрением архитектуры посмотрим на типовую задачу системного администратора. Например, системный администратор решил проверить, как применяются групповые политики на клиентах его домен. Для того, чтобы автоматизировать это действие, он подготавливает соответствующий инструмент. В простейшем виде этот инструмент состоит из трех файлов. Первое — это сам инструмент. Он в простейшем случае может быть банальным башовым скриптом, который, в общем-то, подчиняется небольшим простым правилам. Это файл текстовый, и не файл, фактически. Описание объекта на дебасе, который будет создан для этого инструмента. И текстовое описание в виде небольшого, несложного и не файла для отображения в самой утилите инструмента и тестов, которые он реализует. После того, как системный администратор написал эти три файла, их примеры и документация по написанию своих тестов можно посмотреть в репозитории. Далее будут QR-коды со ссылками на репозитории. Подготовив эти тесты, системный администратор может запускать тесты сам, с командной строки, с графики. Запускать их может и пользователь, в том числе, получая отчет для работы. Отчет можно собирать и централизованно, анализировать его какими-то другими инструментами. Вот типичная, собственно, задача. Вот еще один скриншот с некоторыми тестами нашего инструмента. Теперь немного об архитектуре. Сама утилита работает исключительно с объектами на дебасе. Объекты на дебасе создает системная служба Alterator Manager с помощью модуля Alterator Executor. Она позволяет эти объекты получать по реализуемому интерфейсу. Она позволяет выполнять методы этого объекта, в том числе и те, которые необходимы для работы ADT. Также Alterator Manager позволяет достаточно легко с помощью описания объектов, так называемых backend-файлов, создавать эти объекты, что немаловажно для быстрого создания инструментов. ADT в своей работе сначала получает список объектов, реализующих диагностический интерфейс. Затем у каждого объекта запрашивается его описание, список тестов, которые они реализуют, и отображает либо в графике, либо позволяет использовать эту информацию в командной строке. Вот типичный скриншот, точнее скриншот из приложения DeFit, где мы можем видеть объект, реализующий интерфейс диаг-1, в частности, по пути ru-bazalt-alterator-diag-domain-client. Он реализует интерфейс диаг-1, который имеет, в общем-то, следующие методы. Info, list, report и run. По сигналам этого метода можно во время исполнения тестов получать какие-либо ошибки или сообщения из теста. Ну, обзор на все, доклад закончен. Да, самый короткий доклад. Так, есть вопросы? Поднимайте руки. Не вижу. Это были не вопросы, это были ответы. Это мое время осталось, вопросов нет. У меня есть свои собственные комментарии, потому что, видимо, Алексей очень оперативно решил справиться. Что я могу дополнить? Так получилось, что Алексей работает, собственно, у нас, и за этот инструмент отчасти отвечаю я. Значит, какие есть моменты, которые хотелось бы отметить? Во-первых, он ссылался на альтератор, альтератор-менеджер, такие вещи. Основой такого рода механизмов, которые мы сейчас прорабатываем в рамках нашего дистрибутива, это новые механизмы для администрирования. В частности, расширяемый интерфейс, построенный на дебасе. Наверное, здесь стоило бы еще вот эти моменты зафиксировать. Здесь предложу желающим, интересующимся, наверное, обращаться к нашим рассылкам. Мы в ближайшее время собираемся публиковать документацию на вот эти механизмы инструмента, позволяющие строить новые инструменты администрирования. Ну, вот, наверное, я дополнил, а... Да, у меня вопрос. А планируется какое-то расширение этого инструмента для пользователей в стиле как в Windows? Типа, у меня не работает звук, и дальше пользователь выводится определенный список того, почему у него может не работать звук с кнопкой «запустить». Там есть самая главная кнопка «сделать хорошо» для блашутинга. Кнопки «сделать хорошо» точно не будет. А почему, кстати? Бурз аудио минус ка там какой-нибудь... Нет, погодите, смотрите, какая история. Там, может быть, Алексей его показал, есть такое название интерфейса «Диак-1». Ну, это, собственно, на дебасе так многие интерфейсы именуются с версией, как сошки. Соответственно, интерфейс можно расширить и механизмы предоставить соответствующие. Скорее вопрос какой? А за счет чего это угадывание осуществляется? То есть от диагностики это одна история. В закрытый контур нужно зайти, выполнить действия, которые трудно выполнить администратору. Это, наверное, основная задача этого инструмента, тем более, что он кроссплатформенный. С точки зрения линукса. Он на разных линуксах точно будет работать, дебас везде работает одинаково. Поэтому это можно портировать на все продукты, в том числе и наших конкурентов. А вот задача решить сделать хорошо, это, наверное, другая история. Так, у нас время осталось. Желающий, если вопросов нет, то я... Есть, есть, есть вопрос. Но, к сожалению, заранее поднимайте руки, если вы чувствуете, что у вас будет вопрос. Так вы меня сэкономите несколько лет жизни. Тут как-то все очень загадочно. Вот, например, за счет чего это будет автоматически работать на других дистрибутивах, где как бы изначально альтератора не существует? Или я что-то вообще не понял? А, вы, к сожалению, не очень громко говорили в микрофон, но если я правильно понял, вопрос был звучал так. Альтератора-то на других дистрибутивах нет? Что вы там несете, правильно? Да. Ну, речь, например, про следующее. Вот он пишет, смотрит, как мой главный оппонент в этом вопросе. Мы новую реализацию альтератора сделали на C, и она вполне портируемая и пересобираемая. Это не текущая реализация на схеме. Поэтому для того, чтобы бэкэнд появился на других дистрибутивах, достаточно собрать два очень небольших асишных приложения. Один сервис, другой модуль к нему. Поэтому в этом плане альтератор существует, собрать его несложно. Окей, спасибо. Но вы до сих пор не используете век, собственно, администрирование. Помните, я где-то примерно 10 говорю, выкиньте вы все это все, эту схему, все, что вы там увлекались, чуть-чуть нам собачьим, все эти фреймворки. Делайте так, чтобы человек по браузеру зашел, и спокойно оттуда красиво все администрировал. А как он дальше там будет стыкаться? Через дебаз, не дебаз, это вообще другое дело. Слушайте, наверное, я еще раз за него отвечаю. Давай, тут все отвечает. Ну, так просто я почти уверен, что мало кто здесь поднимает. Поднимите руки, кто понимает вообще про что был доклад, и кто понимает, что этот продукт, что ты все три, а вот где, четыре, вот, человека. То есть проект понятный, но почему-то вот все как-то вот не докручивают, не делают простой вещи, чтобы получился красивый интерфейс администрирования Linux, не надо пользоваться какими-то конкурирующим фреймворками, GTK, Qt, еще чего-то, тащить это все вверх, там, где они требуются, собственно, какой-то дичайшей от взаимчивости, где как раз полезно показывать большие такие простыни текста, где все будет понятно, разрованно, люди все привыкли уже к браузерам пользоваться, и так будет очень удобно. И там, кстати, и кнопки сделать хорошо, можно выкнуть, и все остальное. И почему-то, вот кроме каких-то отдельных проектов, типа Кокпита, когда там вы получаете веб-интерфейс к вашей же десктопной системе, она же удобна, кстати, администратору снаружи, вот это как-то не развивается. Ну, сама идея была не делать красиво, а сделать правильно. Вот это такое. То есть, здесь особый смысл имеет автоматизированный сбор отчетности, когда пользователь, который условно может пользоваться только графическим интерфейсом, может натыкать отчет и отправить его системному администратору. Либо сам системный администратор поставит дело так, что будет регулярно собирать отчет с проблемами, как-то их обрабатывать в автоматизированном режиме, и, в общем-то, что-то по этому поводу предпринимать. То есть, задачи предоставления интерфейса администрирования нет. Нет, ну, браузеры будут работать на хоть другой машине. Вы туда проломитесь, пробросите порты, вы не будете мучиться с проблемами там и радминов, и тех раздесков, и не десков, еще чего-то, чтобы там потом мучительно на телефоне тыкать. Вы получите веб-интерфейс, вы получите администрирование в своей машине. Очень удобно. Там решится миллиард проблем, которых вы даже не представляете. Но нет, вы делаете правильно. Продолжайте. Ну что ж, аплодисменты. Больше никто не хочет ничего добавить. Спасибо.